Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Подождите, я, может быть, что-то не то сказала, но не заметила сама. Ладно, это всё-таки шутка, наверное, да? Тема серьёзная, поэтому будем обсуждать шутку. Ну, кстати, тема-то у нас как раз предполагает похожее разделение на наших и не наших, так или иначе. На наших и не наших. Всё-таки давайте мы проблему обозначим. В чём она? Вчера состоялось, как я понимаю, состоялось заседание Совета Законодательного Собрания, на котором обсуждались те меры поддержки, которые бизнес наш может получить. И в окончательном там виде или хотя бы предварительном это всё будет приниматься на следующей неделе законодательным собранием, то есть 27-28 мая, по-моему, об этом говорилось. Обсуждали проекты законопроекты, проекты законов областных, по которым бизнес может получить какие-то налоговые преференции по упрощённой системе налогоопложения и по налогу на имущество. Ну и один отвратительный законопроект обсуждался, который все поддержали налог на самозанятых. Вот буквально сегодня утром, да, мы с Анной говорили об этом законопроекте, то есть он уже есть? Ну, с 1 июля, раз его собираются вводить, то, конечно, есть. Чем он так отвратителен? Ну, потому что я убеждён, я считаю, что самозанятых в России облагать нельзя и не нужно. И это бесполезно, и никакой пользы бюджету не принесёт. И те 3 миллиона, которые они собираются собрать, самозанятых, забирая у людей как бы последние деньги для того, чтобы, типа, пополнить бюджет, это просто позор для нашей страны. Ага, то есть у вас претензия не к самому качеству документа, а вообще к его наличию факту. Да, да, позорный документ. Ну, и ещё предполагалось, насколько я помню, экспертами, что в этой связи будет, ну, я не знаю, будут применяться какие-то схемы предприятиями, да, когда они своих сотрудников будут оформлять как самозанятых. Это, на самом деле, схемы-то как раз и нельзя применять. Ну, по закону-то да. Нет, нет, на самом деле там есть, да, ряд ограничений. Налог на самозанятых не такой простой, как кажется с первого взгляда, то есть там есть определённые ограничения, которые как раз не позволят сразу же сотрудников перевести в статус самозанятых. Там есть определённые условия под это делом. Так, ну, всё-таки давайте к упрощенцам, к упрощенцам, ой, боже мой, какое слово ужасное. К тем, кто работает на упрощённой системе налогообложения. Значит, что предполагается с точки зрения помощи этим предпринимателям? Снижение ставок до 1,5% с нынешних, так, 6. До 1 для тех, кто применяет доходы, уплачивая налоги. И до 5, это доходы-расходы. До 5, кто применяет доходы минус расходы. То есть, в чём при этом есть ограничения, должен сохранить уровень заработной платы средний за 2020 год, 18 тысяч 200 рублей. Полторы минимума. Да, полторы минимума. И 90% списочного состава. Если ты их уже сократил, рекомендуется обратно принять. И только из пострадавших отраслей. Причём у которых АКВЭДы ещё совпадают с федеральными. То есть, на самом деле, при такой компоновке мы поможем 2-3% пострадавших предпринимателей. То есть, у нас... У меня вот такая в голове цифра. 2-3% от общего числа предпринимателей или от предпринимателей, кто упрощённый? Тех, кто стояли и не работали. Тех, кто не работал. Всего 2-3%. Ну, с учётом того, что ещё многие не придут, я бы вот как предприниматель, если раз подумал что-то в бюджете взять, потому что взял за рубль. Потому что ещё по концу года тебя ещё проконтролируют. Отвечаешь ли всем этим критериям. То есть, да, зайти по критерию даже полтора МРОТа очень тяжело, потому что среднесписочная НАТО, она и средняя, да? То есть, там учитываются, например, в том числе люди, которые находятся в отпусках, по временной нетрудоспособности, что, конечно же, учитывается в количестве, да, но не в сумме, потому что сумма МРОТа, сумма по больничным листам, они тоже есть определённые ограничения, они по определённым правилам рассчитываются. То есть, именно по среднему зайти на 18-200 на сотрудника, это практически, ну, очень-очень сильно нереально. То есть, там, зарплаты должны колебаться, там, от 40, допустим, там, до 20, да, вот в этих пределах, чтобы были. И второй критерий – это то, что сохранять 90% рабочих мест для микробизнеса, например, да, то есть, увольнение, снижение даже на одного человека, да, даже на одного человека по сравнению с 2019 годом, это уже больше 30%, да, под 50% подходит процентов, вот, поэтому это тоже практически никто не подойдёт под этот критерий. Ну, я вот, да, лично сталкивалась с ситуациями, торговые точки, да, те, кто торгуют, там, текстилем, какой-то одеждой, то есть, грубо говоря, были две торговые точки, да, то есть, один не пошёл арендодатель навстречу, пришлось точку закрыть, продавцов уволить, и вот уже 50% штатов, получается, уволены. Самое-то печальное ещё в том, что люди, не работающие, в текущий момент не работали, они разуверировали, что когда-то что-то изменится, они добровольно, часть, сами уволились, и теперь, как считать-то эти 90% от кого? То есть, есть организации, где не руководитель этой организации уволил сотрудника, а где сами сотрудники, понимая... Они сказали, а нам зачем ждать, мы пойдём на биржу и получим 12-130, гарантированно. Завтра же, фактически. Причём этот, вот, у нас было 30 апреля совещание на уровне Генеральной прокуратуры, проводил Зайцев Сергей Петрович, это ПФО у нас главный руководитель, и мы эту проблему там озвучили, и от всей опоры России, и всего Приволжско-федерального округа, я эту проблему озвучил, находятся, и, ну, в общем-то, было встречено с пониманием, если человек добровольно уволился, то как его вернуть обратно? У нас права, получается, нарушают, то есть, подожди-ка, вернись, мне тут надо копейки из государства попросить, ты, пожалуйста, посиди у меня ещё в списке. Не увольняйся. А сохранение штата тогда, они что предполагают? Только тех, кого ты уволил прям по сокращению? Нет, общий список, ну, вот у вас было там 10 человек. А как они ушли, уже неважно, сами вы их уволили. И по итогам года у вас, посчитают, у вас останется 6. То есть то, что в отчётности будет подано. Почему это вы подали, так сказать, на то, чтобы применять там новую ставку налогообложения? На каком основании? Ну-ка, иди сюда. А сопоставляют, я правильно понимаю? Сопоставляют, по-моему, на 1 апреля численности. Всё-таки с докризисной вот этой вот численности. Ну, они, скорее всего, возьмут, да, это среднесписочная численность за 19-й год, которую мы подавали до 20 января 2020 года. И будет сравнен с 20-й. И, да, уже, что мы будем отчитываться за 20-й год? Вот, но там среднесписочную отменяют, там в расчёте страхового взноса всё будет. Да, дело в том, что... Ну, они будут сравнивать 19-й, получается, и 20-й год. Ну, вот у нас реально, например, есть клиенты, да, у них хорошие зарплаты. Но с учётом того, что идёт текучка, да, фонд оплаты труда, у них средняя зарплата, получается, там, 9-700. Хотя у них реально зарплаты, там, за 20 с лишним тысяч. Но из-за вот текучки кадров, которые потом среднесписочные учитываются, то есть они на среднюю зарплату выходят на маленькую. У нас в общепите сезонность очень большая. Да, сезонная. У многих сезонность. Говорит, а рекомендация, вы напринимаете людей на падающих рынках, если сейчас объёмы в три раза упали, а у кого-то там до 90% упали, куда людей-то, где себестоимость, в какую себестоимость это включить? Это особенность вообще малого бизнеса. То есть если он видит, что ему нужно меньше людей, он там долго-то не думает, он берёт меньше людей и выполняет там какой-то объём меньшим. Это особенно... Ну неужели это неизвестно политикам и депутатам, что это мобильный бизнес, это всем известно. Он вот решает вопрос вот на раз-два, потому что у него нет запасов таких каких-то, чтобы он там долго раскачивался, какие-то там суперпроекты составлял. Накладные расходы 1400%. У него нет этих... Он не по таким каким-то госконтрактам работает. Поэтому в этой ситуации, то есть с нашей точки зрения, вот я, ну я не знаю, вот каждый эксперт за себя скажет, но тем не менее я уже чувствую, что точки зрения наши здесь совпадают, этот критерий негодный для предоставления возможности работать. Смотрите, да, Зидалевич, то, о чём вы говорите, правительство, да, и ЗАГСобрание всё же несколько разные структуры, как бы правительство, ладно, ну, примем во внимание, что они не знают, как работает бизнес. Но ЗАГСобрание это ведь... ЗАГСобрание это филиал. Но ЗАГСобрание это ведь там ведь сколько, я не знаю, две трети людей, это те люди, кто работают непосредственно в бизнесе, они не могут не знать. Так дело в том, что закон, сейчас сказать, не принимайте его, это тоже глупость. Почему? Потому что хотя бы 2-3% получат. то есть его надо принимать, дорабатывать, или хотя бы сразу дорабатывать. Если мы вообще не принимайте, да, вообще никто. То есть получается загнутый круг. Так, подождите, давайте мы разберёмся. Значит, законопроект предложен правительством. Я правильно понимаю, все эти условия, о которых мы сейчас, ну, в том числе по упрощённой системе говорим, они предложены правительством. Учитывая, что 2 месяца все уже об этом говорят, правительство наконец-то, значит, оформило это всё. Оформило в документальном виде. Да, родило урода и представило в ЗАГСобрание. Хорошо, если мы говорим о доработках, если говорить вот о тех критериях двух, которые мы уже перечислили, какими они должны быть? Не должно быть критериев. Не должно. То есть если отрасль наиболее пострадавшая, хотя, в принципе, если говорить на перспективу, у нас грядёт 2021 год, это грядёт отмена ЕНВД. Уже подтвердили. Это да, у них сегодня, да, вроде подумаем, завтра уже нет, всё мы точно не думаем. Нет, я однозначно считаю, что ЕНВД это отменят, максимум для очень узкого круга кого-то оставят, и у нас огромная армия ЕНВДшников, она реально уйдёт на упрощёнку. И в нашей области очень высокие ставки, они максимальные, которые предлагает налоговый кодекс, в то время как по другим регионам есть пониженные ставки безо всяких критериев. Безо всяких условий. Без. Например, Санкт-Петербург, да, то есть упрощённая система ОИИП, все имеют ставку 7% дохода и минус расхода. Ленинградская область 5%, там нет никаких критериев. И у нас, к сожалению, это очень большая проблема. Поэтому минимум вот на этот год хотя бы для пострадавших отраслей никаких критериев не должно быть ни по численности, ни по МРОТу. Хорошо, есть пока возможность только для наиболее пострадавших уберите просто критерии. Оставьте их. Пусть они хотя бы сейчас начнут платить пониженные ставки. Андрей Николаевич, а вы практически каждую неделю, ну вы, я имею в виду, представители деловых объединений, вот собираетесь там на оперштабе, да, в правительстве нашем. Ведь я так понимаю, что это озвучивалась информация там. То есть он один из тех, кто виноват? Нет, 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 я к тому, что я хочу просто понять, до них-то донесено это все или нет? У нас есть два формата. Одна встреча с губернатором. На ней вот и первый раз было озвучено, что это было еще в мае месяце, в апреле месяце. Второй формат, то есть было предварительно озвучено, что мы, да, соглашаемся с 1,5 процентов. Больше встреч никаких не было. У нас есть оперштаб на уровне уполномоченного, виртуальный. Так. Ну, там это не обсуждалось. То есть ваше мнение они даже не спросили, когда это все списали. Нет, у нас было в прошлый четверг совещание у министра финансов Ларисы Александровны с присутствием министра экономического развития. Вот первый раз нам сказали, ну все, принимаем, все согласовано, типа вперед. С кем согласовано? Я такой... Министр финансов согласовал с министром экономического развития, и это подтвердил председатель правительства. Да, и тут меня, значит, ну, я выждал какие-то полторы-две секунды и понял, что уже пора говорить. Вот, а потом уже... То есть вас прорвало? Ну, меня прорвало. А что сидеть молчать? То есть я сказал, если вы закон принимаете для предпринимателей, так, а, нас спросите, б, не говорите, что это все уже согласовано. Только с кем согласовано? С губернатором согласовано, он же не предприниматель, я надеюсь. Ну, тут, да, конечно, мне кажется, важно понимать, какие тут цели действительно преследуют правительства. Если помочь бизнесу, то определенно что-то не выходит. Вот по-хорошему это должно работать так. Появилась идея, оформили каким-то образом. Есть два суперсовета при губернаторе. Экономический совет и координационный совет по поддержке предпринимательства. Но до того, как туда выносить, документы должны рассмотреть на общественном совете при Министерстве экономического... Ну, его чтение было же всегда. Ну, слушайте, собирайте заинтересованных-то людей, как бы, ну, они просто боятся заинтересованных людей, потому что те принесут железные аргументы. А эту проблему как-то придется решать. И придется эти аргументы там как-то либо на них отвечать, либо их игнорировать. И то, и другое, значит, для них неудобно. И поэтому появляется, мы все уже согласовано, да, вот документ, опа, ЗАГС собрание. ЗАГС собрание, значит, потом соберут фракцию Единая Россия, где, значит, член Единой России, губернатор или руководитель регионального отделения, скажет, фракция будет голосовать так. А потом, если вдруг получится, как с Гордумой, и какой-то вопрос не пройдет, мы все получим сообщение о том, как оппозиционные депутаты подвели народ, подвели людей, подвели бизнес, и теперь никто ничего не получит. Никакой поддержки. Это вы говорили, не мы. Протормозили, да. Андрей Николаевич, третий критерий по АКВЭТ, вы что-то говорили, тоже там нужно... Это списки особо пострадавших программировались. У нас на федеральном уровне сформированы списки особо пострадавших. Мы ненадлежащие... Нам говорят, вы ненадлежащие приниматели, вы... Вы не те. Вы не те, да. Вы вот свои АКВЭДы не причесали, мы вам сто лет говорили, поэтому поддержка вам не будет. Но, извините, у меня был хороший лозунг, я его потом цитировал Зайцев Сергей Петрович, прокурор ПФОшный. Запретили работать, получи поддержку. Если я сегодня не в АКВЭДе, то почему не работают тогда? Почему у вас двойные стандарты? Как не работать, я подхожу. А как денег дать, пошел вон. Так вы давайте вот так не должно быть. Если у меня АКВЭД, я могу работать, денег мне по помощи не положено. Тогда не закрывайте, не ходите на меня, не травите ни Роспотребнадзор, ни полицию. Почему я не работаю-то? Если мой АКВЭД не совпадает с тем, которым помощь дадут. Татьяна, вы комментировали, да, эту ситуацию АКВЭДом в недавнем интервью Бизнес Новостям. Что вообще было? Давайте слушателям, кто не погружен в это, поясним. Да, ну смотрите, в 2016 году у нас сменился как раз этот справочник с цифровым обозначением АКВЭДов. Вот сейчас могу сказать самую распространенную ситуацию. Был такой код 52-62 в старом справочнике. Это розничная торговля в нестационарных объектах. В основном мы использовали, кто торгует на рынках, на выездных ярмарках. В 2017 году произошла смена кодов, и этот код стал 47.8. Розничная торговля на рынках. Хорошо, но вы понимаете, что в федеральном постановлении есть коды 47.82 и 47, по-моему, 89. Вот сейчас, если совру, ну, в общем, 4 знака. Если 4 знака, то код 47.8 не попал. Не попал. То есть у нас лично есть этот клиент. Я знаю, когда мы проводили вебинары, и обратная связь была, очень много вопросов было про этот код. То есть вот это конкретно бардак, который сделало именно государство. С федерального уровня это спустилось. Хотя, по идее, все же рынки не работали. То есть они вполне могли включить полностью этот код. А они четко только две группировки включили. И все. Ну, чтобы меньше платить. Это недосмотры или это с каким-то умом? Наивный вопрос задают. Да, к сожалению, не могу заглянуть туда. Я думаю, что они чем-то руководствовались явно, потому что не включили туда, получается, там фрукты, же овощи торгуют и прочие вещи. То есть не знаю почему. Хотя, в принципе, все же рынки закрыли. Абсолютно все. Да, то есть можно было весь этот код включить. Но, например, на региональном уровне, к слову про наши, вернемся к нашему закону, на региональном-то уровне мы же можем свои установить коды. Нам ничего не мешает. И мало того, в других регионах уже губернаторы занялись этим вопросом, и они начинают устанавливать свои списки пострадавших отраслей, чтобы им уже тоже на региональном уровне предлагать какие-то преференции. Тем более, это оригинальные налоги. Мы можем регулировать. А у нас этого вообще не происходит? То есть даже подвижек нет в эту сторону? Может, они что-то разрабатывают? Ответ налоговый. Вы себя не причесали, у вас было время, поэтому до свидания. Понимаете, вот есть... А налоговая не беспокоится тем, что потом вот вы закроетесь, и налогов она не получится у вас? Да, и некого считать будут, но они без работы останутся. Но они об этом не думают. Тут просто ситуация такая, что когда люди вводят такие ограничения, это, вот спросите, по незнанию или, значит... С умыслом. По халатности. Да, соглашусь. По халатности. Потому что эти люди на земле не работают. Да. То есть, может быть, у него и умысла не было. Злого какого. Злого. Но у него халатные отношения. Он не работал, он не знает, говорит, да, ну что, у меня же есть официальный там кодак. Ну, слушайте, есть страны, в которых нет кодов АКВЭД. Люди не регистрируются и живут, и работают. Почему нам-то, вот нам предпринимателям, все равно, какой у нас код АКВЭД. Это тебе государство нужно? Государство, которое типа на наши там... Вы налоги платите вне зависимости от того, какой у вас код. Абсолютно. Абсолютно. Это вот один вопрос. Второй вопрос. Вот коды абсолютно там пострадавших. Я вот, значит, не видел, чтобы рекламные компании там попали в особо пострадавших. В особо пострадавшие СМИ не попали, например. Хотя точно так же. Хотя бы мы пострадали первыми. А рекламные компании СМИ являются особо пострадавшими. Вот насколько я как-то... Еще первые пострадавшие. Да, потому что, посмотрите, у них выручка, не закрывая, как бы у них упала, значит, значительно. То есть работать мы вынуждены, потому что мы не можем оставить людей без информации. Ну и лицензия нам не позволяет не работать. Даже мощность передатчика не может убавить. А дохода нет. И не особо пострадавшие. И так можно привести очень много сфер, которые пострадали, и что? А потом есть еще один по поводу, так сказать, вот этой любой помощи. Извините, Андрей правильно говорил? Вы обременяете бизнес, причем обременяете его не законом, а, например, решением уважаемого президента. Значит, вот он говорит так, объявляю нерабочие дни. Но зарплату платить? Всем платить заработную плату. Значит, с точки зрения права, юридическая конструкция – это обременение, причем безвозмездное обременение юридических лиц. То есть по факту это, и юридических, и индивидуальных предпринимателей, по факту это налог. Президент ввел в незаконном поле новый налог на бизнес. Ну, слушай, ну когда ты вводишь чего-то, ты обременяешь, ну тогда ты, извини меня, обозначь эти ресурсы. Все же должно иметь какое-то экономическое обстановление, так же просто нельзя. И вот в этой ситуации, когда мы ведь что говорим? Мы говорим, что здесь сидящие, что у нашей местной власти есть возможности, правовые ресурсы для того, чтобы установить справедливый порядок вещей. В чем заключается справедливый порядок вещей? Что все пострадавшие, независимо от АКВЭДов, от численности, от заработной платы, имеют право получить... Средства. Ну, в смысле, послабление. Я не произношу от государства, потому что государство, по факту мы финансируем налогоплательщики. Мы имеем право из нашей общей кубышки получить на эту ситуацию помощь. Так дайте ее. Не надо давать эту помощь, там, Роснефти, которая, там, 194 миллиарда, там, значит, проела непонятно куда, при этом зарплату не уменьшили, там, или, там, 160, там, получили, там, на 160 миллиардов меньше, там, якут золотов, в котором, там, нужные люди сидят и при этом увеличили себе выплаты на право. Это же государственные все деньги. Я имею в виду деньги наши, граждане. Так вы давайте их сюда-то. Пусть люди-то ощущают это все. То есть все должно иметь справедливый порядок. И не надо нам кивать на то, что нам не дадут денег из Москвы, там, и так далее, и так далее. Если мы здесь сильно послабление, да, устроим какие-то. Ну вот, да, Татьяна, вы хотите добавить? Да, я еще хотела бы добавить пару моментов. Вот эти пониженные ставки для наиболее пострадавших отраслей, то есть сейчас наиболее пострадавшие отрасли, это розничная торговля. В основном розничная торговля сейчас находится на ЕНВД в этом году. То есть фактически эти пониженные ставки, мне кажется, то, что Андрей Николаевич называл цифрой, это, наверное, еще надо будет... Еще уменьшить. Еще уменьшить, да, потому что им, в принципе, сейчас эти преференции как таковые-то не нужны. То есть это нужно будет только, наверное, в следующем году. А в следующем году их уже не будет. Да, в следующем году неизвестно, то есть примут ли у нас вообще какие-то пониженные ставки для всех предпринимателей. И второй момент. Сказаны вот эти пониженные ставки, да, если у вас сохранение количества рабочих мест, а если это ИП без сотрудников? Это нужно иметь. А что с ними? Нужно живым. А что с ними? А с ними ничего. А там нет списочной численности. А там они, видимо, не интересны государству, да, то есть вот этот микробизнес, который сам себя обеспечивает, кормит свою семью, ну, видимо, он не очень интересный. То есть вы пообещали там, но пока до того, как получат, наверное, еще. Просто надо вот учитывать, извините, ну, сейчас, я понимаю, вам надо идти на рекламу-то. Вот по ЕНВД, чтобы было понятно. Вот, наверное, вот подтвердят товарищи, сидящие рядом, вот те, с кем я общаюсь, ЕНВДшниками, он сказал, как только отменяют ЕНВД, я закрываю 70% точек. Мне становится невыгодно работать по этим ставкам упрощенной системы, которые там есть. Ну, у кого-то меньше, у кого-то больше, но вот у меня как бы 70% закрывать. То есть это люди, реальные люди это говорят. А это не ИП и не ОООшки, это реальные люди, работающие на этих точках, которые сегодня, пусть, как нам говорят, не со всей зарплаты, а в белой части платят НДФЛ. Значит, не будет этих денег. То есть сейчас есть хотя бы сколько-то, не будет вообще. У нас в студии Татьяна Максимчук, Андрей Вавилов, Азия Сагаев. Сделаем перерыв на рекламу, через полторы минуты вернемся. Про помощь бизнесу, которая то ли есть, то ли нет, продолжаем говорить с нашими гостями. Татьяна Максимчук, Андрей Вавилов и Азия Сагаев в нашей студии. Мы продолжаем. И я бы, вот, честно говоря, не знаю, я цитировать, конечно, не буду, потому что очень долго группу в Телеграме «Вятский бизнес», по-моему, она называется, да, где все эти проблемы активно обсуждаются, в том числе и та, о которой мы сегодня говорим, да. И то, что я там вижу, это, ну вот, это не в одном месте было сказано, это обсуждается реально. Люди пишут, а давайте все сейчас напишем заявление в налоговую, закроем бизнес здесь и откроем его в Удмуртии. И люди это рассматривают как реальный вариант заставить власть прислушаться к своим проблемам. Удмуртия получила 45 миллионов на поддержку бизнеса федералов, а мы 5. Ну вот, пожалуйста. При том, что установили низкие ставки вот по этим налогам. Что не так с Удмуртией, господа? Я правильно понимаю, что сейчас... Да я смотрел, они на вас похожи, и глаза такие, и кожа такая же. Они тоже, у них такая же история. Это вообще регион Вятской губернии. В свое время, да, было дело. Просто есть люди во власти, которые работают, а есть люди, которые просто проводят время. Почему проводят время? Потому что работаешь ты или не работаешь, месяц проходит, тебе в кассе выдают заработную плату. И не спрашивают, качественно ты поработал или нет. А предприниматель эти деньги должен заработать. Так, все-таки по Удмуртии я правильно понимаю, что есть какое-то массовое движение? Да, движение уже с этого года началось. Я тоже подтверждаю, да, люди... Но налоговая потом скажет, что нет. Ну, налоговая, во-первых, вот это переезды в другие регионы имеет эффект замедленной бомбы для налоговой. Потому что переезжать, например, можно в течение всего этого года. И по нашему налогу, по упрощенной системе налогообложения, есть такой нюанс, да. То есть если они даже перерегистрируются в конце, в декабре, то есть они уже будут сдавать декларацию в новую налоговую, и им все налоги пересчитаются. Потому что там нарастающим итогом идет налограсчет, понимаете? То есть они могут переезжать до конца 2020 года, они могут переезжать до конца 2021 года. И заметят это все фактически бюджет, да, и налоговое только в 2022 году, когда уже будет поздно, и когда уже очень много налогоплательщиков будет совершенно в других регионах. Потому что говорят о регионах Дагестана, говорят Санкт-Петербург, Ленинградская область, Удмуртия, конечно, в топе стоит, это несомненно, она плюсом еще и ближе. Причем люди-то ведь начинают там и недвижимость тоже покупать, понимаете? То есть поднимается это там, получается, регион, не просто что туда еще и деньги уходят. Еще один нюанс, очень немаловажный для бюджета, НДФЛ, налог на доходы физических лиц, который платится у нас здесь, да. То есть если ООО переедет в другой регион, то есть тут у нас завтра обособленное подразделение НДФЛ останется здесь. А вот по ИП такого нет. ИП, переезжая в другой регион, сменив место жительства, не важно, что здесь сотрудники работают. Если он на упрощенной работе, НДФЛ будет платиться туда. В другой регион. В другой регион, не сюда, понимаете? Не важно, что он здесь работает, такого наше законодательство. И вот этот момент им нужно обязательно учитывать. Но я еще раз повторю, это эффект замедленной бомбы. Сейчас они как в розовых очках, они еще не понимают, говорят оттока мало, они по деньгам, потому что по цифрам смотрят. Но говорят, что это стандартная там чистка. То есть мы убираем там... Это уже все, 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 уже стандартной чистки больше особенно нет. Там какие-то там остались, ну, единицы по стандартной чистке. Просто вот мы про налоговую-то можем что угодно говорить, но налоговая же технический работник в этом смысле. Нет, но они видят в реальном режиме это подтверждение. А что они могут сделать? Они видят, значит, разрешите не называть как бы фамилии. Они говорят, что АСНАС не запрашивает правительство регионально эту информацию. Цифры? Как не запрашивают? То есть нет такого, что пришло правительство, спросило, ребят, у нас есть какие-то подвижки по налогоплательщикам? Что сделать? Можно ли там? То есть вот такую аналитическую информацию, как правило, правительство не запрашивает. То есть, а еще был вопрос, как бы, да, вот по ходу, когда вот что, а почему нельзя установить там не самую низкую, там, два. Да, я в перерыве задавала вопрос, можно ли не один и пять, а повыше, например, но без условий. А там установить номер два и шесть, там, или два и семь, там, условно говоря, да. Но для того, чтобы это сделать и объяснить это предпринимателям, смотрите, нужно, чтобы кто-то разговаривал. Площадок, значит, номинально очень много для того, чтобы разговаривать с бизнесом. Правда, туда все те же свадебные генералы, как бы, входят в эти площадки, что в экономический совет, что в координационный совет, значит, по развитию малого бизнеса, там. Что, я извиняюсь, товарищи, потому что многих из них знаю лично, да, что называю вас свадебными генералами, но именно эту функцию вы сейчас на себя взяли. Общественный совет при Минэкономразвитии, потому что не поднимают этих вопросов. Чтобы обсуждать эти вопросы, два или семь или восемь процентов, нужна аналитика. Бизнес готов ее дать, по сути дела, но с него никто не спрашивает. Мы бы дали. И сколько это будет занимать? Выручки, фонд оплаты труда, сколько будет налогов? Мы все можем просчитать. Цифру бизнеса есть. Я думаю, что отлично сказалось, как бы, на малом и среднем бизнесе, то, что страховые взносы, значит, там, уменьшили выше МРОТа. До 15. До 15 процентов. Я вам скажу, что многие вздохнули, как бы, так, облегченно, потому что раньше такой возможностью красивой и прекрасной пользовались только ближайшее окружение, так сказать, видимо, Кремля. Крупные компании, которые... Большие зарплаты. Большие зарплаты, так сказать, почему я неоднократно и в этой студии тоже называл, значит, ЕСН, а потом эти страховые взносы налогом на бедных. Но сейчас он, очевидно, стал налогом на бедных, потому что 30 процентов платят те, кто получает 12-130, а все, кто больше, они уже платят меньше. То есть, по факту, наша страна делает бедных еще беднее, а богатых еще богаче, понимаете? Ну, хорошо, так как мы не об этом сейчас говорим, отлично, так давайте мы сядем, просчитаем. Если вы не можете, так вы хоть запросите. Люди-то готовы работать. Только с кем работать-то? Андрей Николаевич, я правильно понимаю, что не запрашивали эту информацию? Нет. Не запрашиваем ее принести? Нет, подождите, а правда может быть сложить? Нет, давайте у нас в пятницу встреча с министром финансов Ларисой Александровной. Маковеевой. На Маковееве в час дня. Мы туда идем с цифрами, у вас с Татьяной идем, будем доказывать, что предприниматели имеют право свою позицию высказать и доказать цифрами. Я же скажу, что имеют право не только свою позицию высказать, но имеют право получить аргументированный ответ. Почему так, а не иначе? И дальше имеют право дать свои возражения на ваш аргументированный ответ. А то у нас это кончается все на первом этапе. Предприниматели чего-то сказали, им чего-то ответили, и на этом все закончилось. Так не работали ни при одном губернаторе, кроме как при Васильеве. При предыдущих губернаторах даже при Сергеенкове так не работали. Как сейчас работают. Полный игнор. Так, у меня еще, смотрите, какой вопрос. Если я верно поняла, вот из тех сообщений, которые в группе «Вятский бизнес» есть, вчера на Совете Законодательного Собрания было предложение. Законопроект вот этот, в котором включены ставки 1,5, но при определенных условиях, не принимать в двух чтениях. То есть принять в первом чтении заседание ТЗК Собрания на следующей неделе. Это нужно тут. Да. Принять в первом чтении и ко второму доработать. Да. А знаете, почему между первым и вторым чтением можно вносить... Поправки. Можно вносить поправки. Просто поправки, а поправки, меняющие суть, как бы... То есть не декоративные. Да, от второго к третьему можно вносить только, значит, там, ну, нельзя менять идеологию, как бы, да, уже самого закона. Поэтому нельзя принимать во втором чтении. Приняли в первом, типа, окей, мы поняли идею, давайте ее, как бы, доводить до ума. И я так... Да. У нас такой инициативой должно выйти правительство? То есть рекоменд... Нет. Они же на комитет выйдут и что-то будут просить у комитета, рекомендовать вам принять в первом чтении. Смотрите, с этого момента, как только правительство внесло в ОЗС этот документ, дальше ОЗС решает, в скольких чтениях, как... Нет, но все равно кто-то же на комитеты будет приходить от правительства с этим законопроектом, если это документ правительства. Можно позвать, если раньше я когда был мудсменом туда ходил. Так. Ну, хотя бы Владислава Леонидовича должны позвать, если не нас боятся, чтобы мы озвучили... Проситесь сами. Проситься самим. Нет, подожди, что ждать приглашений. У нас комитеты идут в режиме карантина. А то все незакрытые, что ли? Туда нельзя прийти посторонним. А куда ты в Zoom зайдешь? Тебе пришлют ссылку, давай тут нас потроши и расскажи, какая твоя отличная точка зрения. А потом очень легко выключить микрофон. Так, подождите, но вчера вот эту вот историю с первым и вторым чтением озвучивал, насколько я понимаю, вице-спикер Роман Титов. И голосовали за это, по-моему, три вице-спикера, да? Ну, Роман написал, что я письменно воздержался. То есть устно я был за то, чтобы разделить первое и второе чтение, а письменно я воздержался. Ну, как бы не очень последовательная позиция, если я правильно понял. Но, тем не менее, Совет не поддержал разделение чтений. То есть Совет проголосовал за первое и второе чтение одновременно. И пятью примут. То есть по факту это будет принято на... Со всеми ограничениями. Вот так и все. И не внести уже потом никакие изменения. И вот эти изменения уже нельзя будет вносить, кроме как принять решение о возврате ко второму чтению. То есть если только ОЗС примет решение вернуться во второе чтение, вот тогда можно будет как бы... Я не знаю, как у них по регламенту это, значит, смотрю. Я же не депутат, мне наплевать на этот регламент, как бы. Но я знаю, что это возможно. Да, наплевать. Потому что то, что они делают, это во вред области, с моей личной точки зрения. Как они работают, вот этот созыв, это полный вред Кировской области. Так, у меня еще такой вопрос. Все-таки, ну, извините, там депутаты законодательного собрания, это люди там не последние, условно говоря. И все равно там друг с другом... Конечно, не последние, все уважаемые люди. Люди друг с другом общаются адресно, поработаясь с каждым из членов комитета по бюджету. Позвонить, ну, как бы вы, и вообще там общественное объединение, предпринимательное внимание. Неоднократно, вот мы с тобой уже обсуждали эту ситуацию. Вот большинство знаем, встречаемся, говорим. Слушайте, ну зачем же так? Все понимают, все подтверждают, как бы, да, по отдельности. Да, там, там, ну, видишь, вот решение фракции, там, то, все. Как вместе соберутся? Враги. Другие люди хорошие, у нас народ плохой, да? Другие люди. По отдельности руку пожмешь там и поговоришь, и обсудишь. Да, да, все понимаем. Как вместе собираются, хоп. Куда далеко-то ходите? Роман Китов, вот, до заседания у Макивеевой. После меня выступал и говорил, что вот первое, второе чтение будет, значит, что будет перерыв, обсуждение. Куда еще дальше-то ходить? Заместитель ЗАГС Собрания. Поменяли точку. Председатель комитета по бюджету и налогам. Нет, подождите. Он председатель комитета по бюджету. Теперь уже так, да. Ну, вот. Жесточайно. Куда идти? К губернатору идти? Пусть приглашает. Так, подождите, насколько велики шансы, что вот вы пойдете в пятницу к Маковеевой и будет изменение? Я не могу, я не могу, Заларису Александровну отвечать. Что-то я не вижу где-то в карманах шансов у Андрея Николаевича что-то. Ой, извините, что нарушил дистанцию. Так, а что будет сделано, если не будут к вам, если к вам не прислушаются в пятницу? Помощь получит 2-3 процента? Закон не будет работать. Значит, экономика малого бизнеса в Кировской области... Это будет номинальный закон. Но экономика, по сути, малого бизнеса в Кировской области пойдет в, ладно, не буду говорить куда, в большую черную дыру. Нет, на самом деле, вот смотрите, кризис, коронавирус рано или поздно закончится, вернее, не он закончится, а больнички начнут справляться с потоком больных. Появится лекарство. И сегодня нужно уже создавать базу развития экономики в Кировской области с законами, мотивационными моделями. Надо не сегодня думать, что мы... Ну, во-первых, всех открывать и создать сейчас мотивацию, чтобы предприниматель понимал, что об нем заботятся, ему создают условия. Если об нем не заботятся, да, предприниматель принимает решение, что я дальше делаю. Я здесь никто, я никому не нужен. Ну, не нужен, значит, он принимает решение. Либо я в Удмуртии, либо я закрываюсь. Я этого не говорю. Я прошу прощения, нам, да, надо завершать разворот. Дневной Татьяна Максимчук, основатель и руководитель компании «Бухгалтеры. Я». Андрей Вавилов, руководитель Кировского регионального отделения «Опора России». Ази Сагаев, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информ». Были в нашей студии. Мы к теме этой вернемся обязательно. Спасибо большое нашим гостям. До свидания. Вам свидания. До свидания.